МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – Торговый дом, планета безопасности. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Предпринимателям, пострадавшим от пожара в торговом центре «Максим», начали выдавать льготные кредиты. Такая помощь направлена на восстановление бизнеса. Выдаем займы до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. У нас дифференцированные программы. Есть программы до 1,5 миллионов и сроком до года. В октябре на «Лемме» полный расколбас. Радиостанция на фирменном «Леммамобиле» дарит жителям вкусные подарки. Честно говоря, целую неделю. Как бы охотился. Я работаю в такси. В принципе, видел неоднократно автомобиль этот. Но все время был занят, либо в другую сторону нужно было ехать. Но сегодня повезло. Большой этнографический диктант напишет приморцы 1 ноября. Проверка знаний о народах, проживающих в России, приурочена ко Дню Народного Единства. Начало в 11.00. Узнай свою площадку на сайте мирэтно.ру. Народов много. Страна одна. Также в выпуске. Отопительный сезон начнется во Владивостоке уже в предстоящий понедельник. Еще расскажем. Приморская государственная картинная галерея проведет «Ночь искусств» 3 ноября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Отопительный сезон стартует во Владивостоке с 28 октября. В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы. Затем отопление появится в жилых домах. Подготовка к нынешнему сезону началась сразу после завершения предыдущего. При этом батареи во Владивостоке обычно начинают греть, как только среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит не выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, на этой неделе среднесуточная температура не опускается ниже плюс 10. Однако, учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри помещений, принято решение подавать тепло с 28 числа. Напомню, внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Во Владивостоке тем временем действует пожароопасный сезон. Жителям еще раз напоминают о мерах безопасности. В этот период сохраняется повышенный риск появления новых возгораний в лесах, на территориях дачных кооперативов, пустошах. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, дачникам, туристам и отдельным гражданам необходимо помнить, что на территории города, в пригородных лесах, парках, сельхозугодиях, на дачных участках и других территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, а также проведение пожароопасных работ. Нарушение правил влечет за собой штрафы до полумиллиона рублей. А между тем, накануне три человека стали жертвами пожара на морском кладбище Владивостока, сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю. Возгорание произошло поздней ночью, 23 октября, в бытовом помещении на первом этаже двухэтажного строения. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем во время распития спиртных напитков. В результате пожара два человека погибли, один в тяжелом состоянии в больнице. Ранее сообщалось о трех погибших. Помощь предпринимателям, пострадавшим от пожара в торговом центре «Максим», оказывают во Владивостоке. По займу специальные предприниматели могут получить от 10 тысяч до полутора миллионов рублей на период до года, под 1% годовых. Также можно оформить займ на сумму до 5 миллионов рублей на период до трех лет. Первый кредит уже выдан. Подробности у Катерины Матвеевой. В торговом центре «Максим» у Светланы Литвиненко было две точки по оказанию услуг ногтевого сервиса. Оборудование, инструменты, материалы – все сгорело в одночасье в пожаре 21 сентября. Размер убытков предприниматель еще не подсчитывал, но уже работает над этим и надеется, что собственник торгового центра возместит хотя бы часть средств. А пока нужно поднимать бизнес, и деньги требуются уже сейчас. У нас большая клиентская база, 3,5 тысячи клиентов, которых мы обслуживаем, которые нас любят, которые нам доверяют. Есть у нас еще, как раз мы открыли новый салон, да, и получилось так, что удачно перевели своих клиентов туда, но там места не хватает, и нужно открывать что-то новое. Нашли уже новую студию, подписали договор аренды, и сейчас, кстати, будет этот кредит. Мы как раз упустим его в это доброе дело. Специально для Погорельцев администрация Приморского края совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей разработала программу льготного кредитования. Займы под 1% годовых выдают в микрокредитной компании Приморского края. Выдаем займы до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. У нас дифференцированные программы, есть программы до 1,5 миллионов и сроком до года. По каждой программе предусмотрена от срочка платежа до полугода по желанию клиента. Это дополнительный бонус. После пожара за консультацией по оформлению займа в микрокредитную компанию Приморского края обратилось около 40 предпринимателей. Многие из них решили воспользоваться государственной поддержкой и сейчас готовят необходимый пакет документов. Катерина Матвеева, Сергей Толотеев, Новости на Восьмом. Тема дорог остается самой больной для владивостокцев. Так жители улицы Басаргенава в Владивостоке скинулись и сами построили дорогу к своим домам. Об этом сообщают переморские СМИ со ссылкой на портал Патрокол.Инфо. Долгое время горожане писали обращение в мэрию, но безрезультатно. В итоге кто-то скинулся по 3 тысячи, кто-то по 5 тысяч рублей. И насобирали около 230 тысяч. Отсыпали скальник, поработали экскаватором. Далее планируется укатка асфальтовой крошкой. Представители двух товарищей-собственников жилья направляли в администрацию свои запросы относительно ремонта и стройки дорог в августе и в октябре. Пока в планы по капитальному строительству попала лишь улица Сочинская. К слову, за последнее время это уже не первый случай самостоятельного ремонта дорог и ливневых канализаций. Также поступили жители улиц Чукотская и Тетюхинская, Монтажная, Никифорова. А тем временем, по сложившейся практике, городские чиновники назначают гражданам, управляющим компаниям и ТСЖ штрафы за самоуправство. Ведь любые работы должны быть согласованы с мэрией. Напомню, в этом году городская администрация потратила миллиарды бюджетных средств на ремонт трасс. Однако ее работы оказались недовольны как граждане, так и полпредпрезидента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. На сегодняшний день из 15 участков ремонт завершен только на шести улицах. При этом до конца сезона осталось всего несколько дней. Качество ремонта городских дорог проверили представители Думы и контрольно-счетной палаты. Практически на каждом участке возникали вопросы и нарекания. Наиболее частое нарушение – отсутствие ливневых стоков в тех местах, где это необходимо. По результатам проверки будут направлены претензии с требованием устранить недостатки в адрес подрядчиков. А также подготовлено специальное представление в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. Октябрь – отличный месяц для радиослушателей. Яркая акция под названием «В октябре на Лемме полный расколбас с подарками для автовладельцев» продолжается на Радио Лемма. Всю неделю ведущие ездят по городу и дарят призы от генерального спонсора сети магазинов белорусских деликатесов «Белорусочка». От автомобилистов требуется лишь одно – догадаться по подсказкам, где находится Лемма-мобиль. И приехать к нему первым. Подробности у Светланы Садовой. Автомобилисты Владивостока снова получают подарки. Радио Лемма – одна из самых известных и авторитетных радиостанций города – в очередной раз порадовала своих слушателей акции «Лемма-мобиль». Итак, чтобы получить призы, нужно было с 21 по 25 октября слушать эфир Радио Лемма на частоте 102,7 FM. По подсказкам ведущих вычислить, в каком районе Владивостока припарковался фирменный автомобиль генерального партнера акции «Сети магазинов Белорусочка», подъехать первыми и получить вкусный подарок из мясных деликатесов напрямую от белорусских производителей из рук ведущего утреннего шоу «Лемма-мобиль» Павла Унучика. «Приятно, что у нас, во-первых, есть такие бизнесмены, которые ответственны, которые думают не только о себе, но и о том, что они предлагают. Часто меня спрашивают, а ты вообще рекламируя тот или иной товар, ты его пробуешь? Я могу точно сказать, что белорусечку, которую мы рекламируем всю эту неделю, с которой мы сотрудничаем, я даже не скажу, что это реклама. Это сотрудничество, такая партнерка. Я люблю, я покупаю эту продукцию, я ее ем, поэтому я ручаюсь». Суть акции проста – подарить слушателям позитивные эмоции. За рулем «Лемма-колбаса-мобиля» сам директор сети магазинов «Белорусочка» Дмитрий Пенкин. Он же вручает подарки от генерального партнера сети магазинов «Белорусочка». «Поздравляю вас, спасибо вам, парни, Белорусочка». Радио «Лемма» знают все, а точнее, по последним данным «Медиаскоп» – 96,8% жителей Владивостока. Первое семейное радио приходит в каждый дом, неся с собой только хорошее настроение. Уникальные, развлекательные и социально значимые проекты «Леммы» завоевали внимание всего Приморья. Как, например, конкурс детского творчества «Радуга талантов». Участие в первомайском шествии. Вот леммовцы раскачали Первомай. А это они открыли лимонадную площадку в день рождения города. Акции «Леди осень» и «Леди мобиль» радиослушатели ждут весь год. «Честно говоря, целую неделю как бы охотился. Я работаю в такси, в принципе, видел неоднократный автомобиль этот. Но все время был занят, либо в другую сторону нужно было ехать. Но сегодня повезло». А еще заметим, что «Радио Лемма» – неоднократный победитель конкурсов в области радиовещания. Лауреат бизнес-премии «Торговая марка года». «Радио Лемма» и сеть магазинов «Белорусочка» подарили в октябре владивостокцам полный расколбас. И вкусно, и полезно, и весело. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Сейчас идем на короткую рекламу, после которой в Приморье на смену солнцу и теплу идут дожди и похолодание. Всероссийская акция «Ночи с Кузь 2019» состоится во Владивостоке уже в шестой раз. Большой этнографический диктант напишут в крае в канун Дня народного единства. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. С вами Юля Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. В Приморье на смену солнцу и теплу идут дожди и похолодание. Всероссийская акция «Ночи с Кузь 2019» состоится во Владивостоке уже в шестой раз. Большой этнографический диктант напишут в крае в канун Дня народного единства. Жителям Владивостока в предстоящий уикенд не помешает пересмотреть свой гардероб и приготовить теплую одежду. Уже в конце этой недели синоптическая ситуация над Приморьем изменится. В пятницу к краю Запада подойдет атмосферный фронт циклона и начнет портить погоду. Местами ожидаются дожди. Ночь на субботу фронт будет смещаться над краем, вызывая небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. В отдельных районах вероятны ливни с грозами. Днем фронтальный раздел сместится на восток. Дожди на Западе начнут прекращаться, но усилятся на востоке. За фронтом на край начнет поступать холодная воздушная масса. Во Владивостоке в предстоящие выходные погода будет разной. В субботу из-за дождя не стоит планировать отдых на свежем воздухе. В воскресенье можно выбраться на природу, но надо утеплиться. В первые рабочие дни новой недели в отдельных районах Приморья снова пройдут дожди. А вот к середине недели погода резко ухудшится. На север Японского моря может выйти циклон и будет смещаться вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные осадки. За циклоном во второй половине недели вторгнется холодная воздушная масса. И после продолжительного периода теплой погоды в Приморье значительно похолодает. 1 ноября в преддверии Дня народного единства во всех регионах нашей страны и за рубежом пройдет большой этнографический диктант. Участниками акции могут стать все желающие и владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант будет включить 30 вопросов. Из них 20 общих и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта федерации. На выполнение заданий участникам предоставят 45 минут. Большой этнографический диктант проводится с целью оценки знаний граждан на народах, проживающих в России. Весь список площадок, в том числе для Приморья, опубликован на официальном сайте диктанта – мирэтна.ру. Во Владивостоке площадками для проведения станут музей имени Арсеньева, все университеты, многие колледжи и среднеобразовательные школы. Всего во всех регионах России и 30 зарубежных государствах будут открыты 5000 площадок. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта организуют онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября. Здесь же 10 ноября опубликуют правильные ответы. Итоги акции будут подведены ко дню Конституции 12 декабря. А теперь, внимание, подсказка. Приморье – один из самых многонациональных регионов страны. На территории нашего края проживают представители 158 национальностей. Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» пройдет 3 ноября в Приморской картинной галерее уже в шестой раз. С 18 до 23 часов посетители будут встречать сразу на трех музейных площадках. Запланирована обширная развлекательная программа – концерты, блиц-экскурсии, театральные постановки, детский час с играми, а также арт-лото. В «Ночь искусств» картинной галереи, расположенной на Алиутской, будет действовать акция-конкурс. Посетители в маскарадных костюмах эпохи итальянского возрождения обладают правом бесплатного посещения. Лучшие костюмы будут отмечены особыми призами. На протяжении всего вечера на всех площадках будут работать выставки. Среди них русское искусство, боттичели-мастер универсального искусства, Мадонны Дальнего Востока и многие другие. И если картинная галерея порадует нас интересными событиями только через неделю, то другие площадки готовы предложить не менее увлекательные мероприятия уже на этот уикенд. На выходных во Владивостоке по традиции откроется большое количество познавательных, развлекательных и культурных площадок. О них подробнее в традиционной рубрике «Афиша» расскажет моя коллега Катерина Матвеева. Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Спектакль «Моя любовь, моя жизнь» от танцевальной компании «Зонка» из Екатеринбурга покажет во Дворце культуры железнодорожников. «Зонка» — это независимые балетмейстеры и исполнители, создающие хореографические произведения для разных сценических площадок и событий. Это номинанты национальной театральной премии «Золотая маска». Это мужчина и женщина, танцующие о любви, о жизни. Начало в 20.00, стоимость билетов 500 рублей. В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 в Фетисов-Арене состоится матч «Адмирал» в ТК «Сочи». Начало матча в 19.00, стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. Дети младше 7 лет проходят бесплатно, без предоставления сидячего места. На сцене театра молодежи премьера драма по пьесе «Гроза» Николая Островского «Гроза-2059». После ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия и теперь единственным источником энергии являются любовь и электричество. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 700 рублей. Всероссийский фестиваль «Идеи технологий руками» состоится в ДВФУ. Лекции, технические воркшопы, выставка лучших изобретений ручной работы. Независимо от возраста, каждый посетитель фестиваля найдет себе занятие по душе. Начало в 11.00, вход свободный. На концерт шаляпинского клуба «Забытые мелодии старинных мастеров» приглашаются жители и гости Владивостока. Музыку композиторов 17-18 веков называют старинной. Одни считают ее слишком простой, другие слишком сложной. Шаляпинский клуб решил набраться смелости и познакомить слушателей со старинной итальянской музыкой. Начало в 18.00, стоимость билетов от 150 до 300 рублей. В Приморской краевой филармонии состоится остросюжетная комедия «Охота на мужчин». Главная героиня – красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом и погружает нового знакомого в мощный водоворот событий. Начало в 19.00, стоимость билетов от 2000 до 3500 рублей. На большую медицинскую программу приглашаются дети и их родители. Каждый случай – полноценная врачебная задача, которая начинается с постановки диагноза и заканчивается полной реабилитацией пациента. Начало в 10.00, стоимость билетов от 2050 рублей. Спектакль из цикла «Музыка песчаных сказок. Петя и Волк» покажет в Мариинском театре. Художник создает картины из песка прямо на глазах у зрителей. Песок слоями наносится на стекло. Так создаются причудливые образы, которые плавно перетекают из одного в другой. И с помощью проектора изображение передается на экран. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 1800 рублей. На опознавательную программу в тайге «Осень» приглашают маленьких горожан. Ребятам расскажут, как растениям живется в уссурийской тайге и чем они уникальны. В ходе программы участники познакомятся с гербарными сборами, которые хранятся в музее, и исследователями, которые изучали растительный мир. Начало в 12.00, стоимость участия – 200 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. Медали о спорте. Футбольный клуб «Луч» встретился с одним из лидеров чемпионата – командой «Ротор». Для приморцев это был первый матч после ухода их главного тренера. Хоккеисты-адмиралы у себя дома принимали московское «Динамо». Столичный клуб оказался на голову выше моряков. Все подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» на выезде встречался с волгоградским «Ротором». Хозяева принимали «Тигров», будучи в тройке лучших команд чемпионата. А вот приморцы прибыли на игру, находясь в нижней части таблицы, да еще и без основного тренера Рустема Хузина, который ушел из команды на прошлой неделе. Волгоградцы быстро воспользовались этакой слабостью гостей и забили первый гол уже на седьмой минуте. А спустя мгновение положение «Луча» ухудшилось еще больше. Ворота «Тигров» назначили пенальти. Его успешно реализовал Султонов. «Луч» пытался отыграться, но больше голов болельщики так и не увидели. После перерыва на поле и вовсе пошла вязкая игра. Хозяева играли по счету, а приморцы не могли ничего придумать в атаке. В итоге 2-0 победа «Ротора». Сильный компонент игры. Хозяев поля очень быстро доставляют мяч вперед. Очень быстро нападающие. Ну, тоже, в принципе, считаю, справились. И выпустив свежих игроков из нашей команды, я думаю, что мы тоже были близки к тому, чтобы забить хотя бы один гол. После поражения «Луч» опустился на 15-е место в таблице. Следующий матч приморцы проведут дома. 27 октября в Владивосток приедет «Краснодар-2». Хоккеисты-адмирала на льду Фетисов арены принимали московское «Динамо». Гости до этого одержали две победы против хабаровского «Амура» и китайского «Кунь-Луня». Вот и во Владивостоке москвичи почувствовали себя как дома. Уже на шестой минуте открыли счет, буквально распластав голкипера. Второй период тоже прошел по их сценарию. Сначала гости увеличили отрыв дальним красивым броском, а затем и вовсе сделали счет 3-0. Адмирал же чувствовал себя не в своей тарелке. Это окончательно подтвердилось, когда в третьем периоде моряки на ровном месте потеряли шайбу и подарили столичным четвертый гол. И тем не менее, в сухую проигрывать приморцы не хотели. И все-таки под конец забили. Утешительную точку поставил Конов. 4-1 победа «Динамо». Впереди у «Адмирала» последняя игра домашней серии. 25 октября моряки примут клуб «Сочи». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Отопительный сезон начнется во Владивостоке в предстоящий понедельник. Предпринимателям, пострадавшим от пожара в торговом центре «Максим», начали выдавать льготные кредиты. Такая помощь направлена на восстановление бизнеса. «Большой этнографический диктант» напишут приморцы 1 ноября. Проверка знаний о народах, проживающих в России, пройдет по всей стране и даже за рубежом. В октябре на Лемме полный расколбас. Радиостанция на фирменном «Лемомобиле» дарит жителям вкусные подарки. Приморская картинная галерея проведет ночью с пуст 3 ноября. Мероприятие пройдет шестой раз. Время доставать теплую одежду. В Приморье на смену солнцу и теплу идут дожди и похолодания. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.